Топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал Салон Красоты. Ссылка в закрепе. Конечно, сегодня примерно 70% жителей больших городов пересели на личный транспорт, однако кто-то только собирается с духом, чтобы стать полноценным участником дорожного движения. Если вы относитесь ко второй категории, мы подготовили небольшой список того, какими будут ваши первые шаги. Выбираем автошколу первое, с чем вы столкнетесь. Получение водительских прав, без низ просто бесполезно приступать к остальным шагам. И если обычную школу прогуливал, наверное, каждый из нас, то в автошколе ваше посещение будет обязательным, а проверка присутствия будет жесткой, поэтому приготовьтесь снова сесть за парту и сдать все экзамены на отлично. Выбор автошколы не всегда дается легко, здесь важно тщательно изучить всю доступную информацию и получить совет друзей, которые уже успели пройти все этапы на пути к статусу водителя. Подходите ответственно к сдаче экзамена, наверное, один из самых сложных этапов на пути к удостоверению мечты, сдачи теоретического и практического экзаменов. Не каждый будущий водитель способен с первого раза восхитить инструктора. Не ленитесь и каждую свободную минуту перед ответственным моментом зубрите билеты. На самом экзамене ведите себя уверенно, но не перебарщивайте. Ваша уверенность идет бонусом к знаниям, а не заменяет их. Практика в городе – один из сложнейших этапов фото. www.ansplash.com практика. Сложный, но невероятно важный этап вас будут проверять сначала на учебной площадке, а затем в городе, поэтому прежде чем вы выйдете за пределы учебной части, постарайтесь отработать все до автоматизма. На городской дороге у вас не будет права на ошибку. Важный момент. Не все потенциальные водители знают, что инструктора можно выбрать или заменить, если предыдущий вас по каким-то причинам не устроил, и такое бывает. Также не стоит доверять своим соседям и знакомым, которые обещают научить вас водить и дать больше практики. Слушайте исключительно инструктора от автошколы, этих людей тщательно отбирают, а потому вы можете быть уверены в его профессионализме и избежите опасных ситуаций на дороге под его контролем. Проходим медкомиссию без справки о том, что нахождение за рулем не принесет вреда ни окружающим, ни вам. Вас просто едопустят к экзаменам, а потому будьте готовы пройти целый ряд врачей, вы ведь хотите поскорее занять место за рулем. Уверены, что да? Основным поводом для отказа к выдаче подобной справки является психическое расстройство, которое не дает человеку адекватно оценивать ситуацию, так что, как вы понимаете, основным врачом станет психоаналитик, который проведет беседу и сделает необходимые тесты. Не прекращайте учиться представим, что вы получили долгожданные права. На этом моменте люди часто теряют голову и отказываются воспринимать рекомендации и советы, и очень зря. Хотя мы уже говорили о том, что во время прохождения учебы в автошколе важно доверять лишь своему инструктору, но когда вы получите необходимую базу знаний, на этом этапе можно и прислушаться к советам опытных знакомых, которым вы доверяете. Кроме того, правила дорожного движения часто меняются, а это значит, что вы должны всегда держать руку на пульсе и отслеживать все изменения, чтобы избежать неприятностей на дороге, и самое ужасное – не лишиться прав из-за своей самоуверенности. Топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал Салон Красоты. Ссылка в закрепе. Субтитры создавал DimaTorzok